МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любименький поворот, мое любимое, родное радио. Очень волнующая встреча. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогая ты моя. Идемте экскурсию пройдем. Ой, приемно. Ты смотри, как у нее здесь все красиво. Тот же кабинет, но чувствуется женская рука. Однако главное – кое-что другое. Эту планушку, которую мы создавали, вы не уронили. И это очень достойно, и это вообще так согревает душу. Капуза Владимир Максимович. Могилевскому областному радио посвятил 28 лет, 18 из которых был главным радищиком. 33-летний парень из села в 1985 году оказался самым молодым в Беларуси журналистом в должности главреда. С 2003 года главный редактор аграрной газеты «Земля и люди». Эту планочку взяли ровно 20 лет назад. 15 сентября 1997 года в эфир вышло новое радио. Оно так и называлось – «Новое радио Могилев». Вот эти исторические кадры, они сохранились на старой видеокассете с выпадениями на пленке и, к сожалению, без звука. В прямом эфире в это утро жителей области поприветствовала ведущая Елизавета Коновалова. Затем передала слово председателю облтелерадиообъединения Егору Рыбакову, который и объявил о начале работы нового областного радиоканала. Позывные нового радио «Могилев» прозвучали в диапазоне 71 УКВ. И это был прорыв. Ведь «Могилевская» стала первым региональным радио в Беларуси, которое вышло не в проводное, а в эфирное вещание. Это эпоха, этап. Мы первые в республике это сделали. И это было настолько волнительно. И все остановили на моей команде, которая человек 29 тогда была. И это была революция огромнейшая. Мы были радостны и горды. Мы первые. Мы первопроходцы были. И это было очень важно. Итак, работу начал новый радиоканал. Время вещания с 10 до 16. Ежедневно, кроме суббот и воскресенья. Покрытие 75% территории Могилевской области. И вначале это было настоящим испытанием. Ведь на диапазоне УКВ своим вещанием «Могилевское радио» перекрывало российский молодежный канал радиостанции «Юность». Так что держать марку, доказывая качество своего продукта, ой, как нужно было. Но мы справились. Если бы не справились, не было сегодняшнего юбилея 20-летнего. Этого человека по праву называют крестным отцом новой радиостанции. Еще до выхода в эфир Анатолию Шпылькову, тогда ведущему режиссеру радио, поручили подготовить сетку эфира нового радио Могилев и всю музыкальную радийную одежду. Все музыкальные заставки к передачам были изготовлены вручную на огромных бобинных магнитофонах. Они звучали современно, по-европейски и долго оставались на слуху любителей радио. Многие помнят, к примеру, как начинался «Полуденный экспресс», «Кулинарный техникум» или вот самая ультрасовременная на то время заставка – передача «Интерпроспект». Я не знаю, кто мне помог с небес или кто-то, ангелы какие-то. Я буквально в течение часа или двух изготовил целый пакет этого. У меня там уже все было готово, и мне только оставалось микшировать, соединять и выдавать. Бобинников уже давно нет. В нынешней эфирной радиостудии сплошная электроника. Теперешними возможностями с гостем рад поделиться ведущий Василий Данилов. Понятно, цифра – наше все, но задача радиоведущего с появлением прямого эфира неизменна. Технологии меняются, а импровизация у человека никуда не девается, остается на месте. Ну и мне кажется, что это… Сейчас, когда лампочка красная включается, забывается все на свете, ты работаешь в эфире и обязаны выдать либо информацию, либо поднять настроение. Ну это же не каждому дано, вот это вот, когда загорелась красная лампочка, чтобы ты должен импровизировать, раскованно так вот, себе роскошно. Это же не просто это все, это надо уметь, это Богом дается, наверное. И тогда, и сейчас самым ценным остается общение со слушателем. Сошлись во мнении три поколения радийщиков. Меняются лишь возможности для интерактива. Мы считали себя таким, на ворот, такие короли паркетов, что у нас такая техника с этими пейджерами и со всем на свете. А сейчас вот у нас уже группы в соцсети ВКонтакте и так далее, интернет-вещания. У нас FM, радио, 96 и 4. Даже уже интернет-вещанию больше пяти лет. Михнова Нина Владимировна. В 2001 году на радио была направлена по распределению. После окончания факультета журналистики БГУ. До этого здесь проходила практику. Должность главного редактора вступила осенью 2009 года. Как радио может удивить сегодня и чем оно берет слушателя? В современном мире, полном айфонов и бесплатного Wi-Fi, радио Могилево остается очень близким к каждому слушателю Могилевской области, будь то могилевчанин или житель глубинки. В этом и заключается его концепция. Главное, принципиальное отличие от других радиостанций. Мы стараемся делать ставку именно на региональность. Потому что радиостанции из Минска, из Москвы, из других городов не расскажут о том, что происходит в Могилеве, о том, что происходит в Кричеве, в Кличеве, в Осиповичах, в каких-то других городах и там, агрогородках, деревнях нашей области. А мы можем. Мы здесь, мы рядом. Собирать информацию с районов, конечно, помогает интернет. Районных радиостанций не стало, как и самого проводного радио, но радио Могилев повсюду имеет своих корреспондентов. Это либо бывшие радищики, либо газетчики. Как итог, голоса из деревень и райцентров слышны почти в каждом выпуске новостей радио Могилев. Давно в эфире и большая региональная передача «Местное время» – 20 минут каждый будний день. Вооружившись диктофонами, редакторы идут к своему слушателю в Дребен, Быхо, в Славгород, чтобы услышать простого человека, его проблемы и мнения. Радио-журналистика, да, она требует и динамичности, и большой энергии, и выносливости, и собранности. Это все и было остается, и именно поэтому мы в этой профессии, мы ей верны вот такие долгие годы. Радио Могилев сегодня – это более трех десятков проектов. Эфирные вещания практически круглосуточные. Замолкают позывные радио лишь на часовой ночной техперерыв. Вот и доброе утро! Опять очередное наступило! Хорошего дня, всем прекрасного настроения! В эфире Радио Могилев и самое доброе утро! А еще здесь не бывает угрюмых радиоведущих. У всех есть какая-то что ли переключалочка на позитив. Сбежавший кофе, давка в маршрутке, осенняя хандра – все это всегда остается за дверью студии. Хорошее настроение, оно должно передаваться, и оно заразно, оно заразно и заразительно, и это важно. Могилевская радиостанция охватывает не только всю область целиком, но и слышна в соседних белорусских областях и даже российском приграничье. Качественный сигнал обеспечивают более десяти передатчиков. Цифровые обработка, записи, хранение, интернет и высокоскоростное оптоволокно давно на службе радио Могилев. Мало того, это радиовещательное оборудование не имеет аналогов в стране. Оно в странах бывшего СССР в единственном экземпляре у нас в Республике Беларусь. Я бы так сказал. Потому что даже просили со Швейцарии делать фотографии, чтобы использовать наши материалы уже так глобально. Кстати, FM-овским радио Могилев стало еще в 2004 году. Самая большая его аудитория, жители Могилева, давно привыкли к частоте 96,4 FM. Какое радио вы слушаете? Радио, радио Могилев. И слушаем. Радио Могилев. Хорошая радиостанция и треки хорошие, и новости хорошие, поэтому все соответствует. А радио Могилев на какой волне? 96,4 FM. Мы с папой в машине всегда слушаем радио Могилев. Я слушаю радио Могилев. Радио Могилев, это круто. Наши слушатели должны оставаться наравне со всеми остальными мировыми слушателями, поэтому все премьеры, эксклюзивные какие-то новинки, все, что сейчас стильно и актуально, это играет на радио Могилев. Мы не забываем никого, и если человеку интересно это слушать, он будет слушать всегда, для кого мы стараемся, для наших слушателей. Музыкальному разнообразию сегодня, пожалуй, больше всего заведует аксакал Могилевского радио Олег Хлыстов. Много лет назад он первым создавал полноценную радийную музыкальную передачу. Его проникновенное от сердца к сердцу три десятилетия звучало, как говорится, из каждого утюга. Но для этого диктор высшей категории в свое время ночами переписывал музыку с громпластинок для еще проводного радио. Возможность слышать что-то помимо классики и подкупила тогда слушателя. Каждую неделю до 120 заявок поступало в редакцию радио. Это небо и земля. У нас было десятка два пластинок CD, один компьютер и небольшой пульт рабочий. Все, больше ничего не было. Это сейчас. Зайди к ребятам, диву дается, какая техника. Олег Хлыстов вместе со своей программой, кстати, поменял радийный эфир на телевизионный. Таких радийщиков нужно знать в лицо. Не только слышать, но и видеть теперь можно и радиоведущих новостей. Теперь каждый день они находятся под прицелом видеокамеры. И это ответственно вдвойне. Голос должен быть, должен быть ум, уверенность, опять-таки исключительное уважение, любовь к слушателю. Новости – тема отдельная. Они у радио Могилев сегодня оригинальные и оперативные. Даже за час до эфира, работая, к примеру, на опросе на улицах Могилева, радийщик в состоянии выдать материал вовремя. Монтаж в специальной компьютерной программе заменил трудоемкий процесс. Когда я 11 лет назад пришла на радио, у нас стоял такой страшный аппарат «Орбан». К нему выстраивалась очередь редакторов. Подходили с дискетками и по очереди монтировали. Как монтировали новости и какими были первые прямые эфиры, хорошо знает нынешний руководитель информационного агентства Могилевской ведомости. Она тоже из той старой радийной школы. Шутова Светлана Александровна. Работала на радио, начиная с 1989 года. Считалась одной из лучших информационных журналисток того времени. С 2003 по 2005 годы занимала должность главного редактора. Могилевские радищики еще до открытия собственной радиостанции выходили в прямой эфир. И первой была именно Светлана Шутова. Без записей и дублей она отвела часовую программу. При Днепрове время событий и люди. Я знала одно, что я не могла подвести своих товарищей, потому что была проделана очень огромная работа. И, естественно, эфир должен был пройти без сучка и задоринки. Среди тех, кто делал радио Могилев, много профессионалов. Эфир был бы другим без инженера Олега Рецкина, редакторов Тамары Ронжиной, Зои Новиковой, Татьяны Сычиковой. Я очень благодарна судьбе, что так сложилось, потому что пришла я туда молоденькой студенткой, и этот период жизни затянулся где-то на 15 лет. И вся трудовая, вот мое становление в профессии, конечно, связано с радио и с теми людьми, которыми работали. А вот ведущие развлекательных программ берут харизмой и чувством юмора. Доброе утро, уважаемые слушатели! В эфире Радио Могилев и утреннее шоу «Просто утро!» Нам 20, а утреннему шоу «Пять лет!» мы начинаем! За пять лет мы стали ближе друг к другу. Мы знаем дни рождения, интересы каждого из нас. Я больше скажу, что мы каждое утро видим Наташу не накрашенной, потому что красится она при нас. Костя, Миша и Наташа. Им пишет в соцсетях вся Беларусь и не только. Невероятно по-новому каждый раз. Это великолепное ощущение. Это, конечно же, энергетика безумная, которая идет от наших слушателей, которых ты не видишь, но ты чувствуешь, что они есть. Они тебя слушают, они тебя поддерживают, отправляют сообщения. Постоянно обратная связь с ними есть. Работая в телерадиокомпании Могилев, ведущие радио могут развиваться творчески, как и телеведущие. Вот Наташа и Миша приветствуют уже зрителя по утрам в программе «Ранехонька». По понедельникам их видит не только Могилевская область, но и вся страна. И это еще не все. Мы передаем привет, используя интерактивный такой телевизионный мост, мы передаем привет всем зрителям программы «Добрая ранница Беларусь», которая выходит на канале «Беларусь-1» и на канале «Беларусь-24», который является международным каналом. И его, опять же, можно посмотреть в любой точке земного шара. Но все же для них важнее студия «Радийная». Без этих эмоций проекты на ТВ вряд ли бы появились. Если бы не было радио, они бы не получились. Потому что с утра этот заряд бодрости, который получаем мы втроем, он дает дальше импульс в дальнейшую работу на телевидении. 20 лет эфира сделала радио Могилев современной радиостанцией. Более того, у него появляется целая армия активных слушателей. Вместе с родинщиками они красят дворы, собирают первоклассников в школу, поют песни «Победы» и все благодаря добрым делам радио Могилев. Некоторые из них превращаются и вовсе в масштабные акции для всего города, как, к примеру, Большой день физкультуры. Привет, Могилев! Спортивные, повзрослевшие еще на один год! Сегодня телерадиокомпания «Могилев» — полноценный областной телеканал и ФМ-радио. И все это одна большая семья — журналисты, телезрители и радиослушатели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова